Своим жизненным девизом генеральный директор племхоза Александр Рыхлик выбрал слова Жан-Жак Руссо, философа. Сельское хозяйство обеспечивает свободу. Это единственное средство удержать государство в состоянии независимости. Племхоз на Росановске не стоит на месте, постоянно развивается. Еще год назад цехом назывался здесь небольшой зал, где осуществляли все операции по переработке. Сегодня площади увеличились в два раза. 40 тонн молока ежедневно поступают сюда со всех отделений. Цех работал и вели реконструкцию, пристройку. Вот поставили новую машину, купили по фасовке молока. Она производительность 2 тонны в час. Мы можем переработать практически 100% все свое произведенное молоко у хозяйства. Можем переработать, зафасовать, где на творог, где на что. Купили новую машину. Отечественная питерская суперсовременная машина вытеснила американскую мощность, которой ниже. Гордость Александра Николаевича – цех по производству сыров и творога. 5 тонн ежедневно натуральной продукции отменного качества получает торговля. Молочную на Росановскую линейку в прошлом году добавились йогурты. Поменялось не только оборудование, кадры. Мастеру цеха Оксане Тимошенковой доверили должность начальника. Рано встаю, полпятого встаю. Сюда, потому что к шести уже надо. Все вопросы и организационные, и по работе все. Завод у нас большой. Еще расстроился как раз. Работы много прибавилось. Начали выпускать еще новый вид продукции. Екатерина Иванова, выпускница Сокопской школы, заведует лабораторией. Здесь мы жир проверяем, кислотность. Словом, хозяйство на подъеме. Каким был 2016 год? 2016 год сложился довольно финансово благополучный, хочу сказать. Мы закончили год с положительными результатами. В первую очередь, продуктивность животных у нас выросла в этом году где-то на 400 килограмм. Мы надоели 6504 килограмма. Валовое производство молока увеличилось на 700 тонн. И составило в целом 13 200 тысяч тонн. Финансовые результаты мы получили выручку где-то на 50 миллионов больше, чем в прошлом году. Сегодня на первом этаже офисного здания, напоминающего замок или особняк крутого бизнесмена, стоит нарядная елка. Наряжали к Новому году. Решили не разбирать до старого Нового года, как у себя дома. Ведь для коллективов 400 человек племхоз давно стал вторым домом. Галина Поликарпова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.